Кукла. Как куколку назовем? Даша? Да. Всем привет! Посмотрите, сколько у меня разной красоты. Это еще не все. Я сейчас выложила на стол все свои вышитые игрушки на пластиковой конве. Давно вы просили снять вам видео, как я вышиваю на пластиковой конве. Но поскольку у меня большинство игрушек было не оформлено, как раз я этим сейчас занимаюсь. За один день у меня не получилось все оформить. В общем, сейчас расскажу все по порядку. Сначала мне нужно было приклеить фетр на магнитике. И вот эти маленькие игрушечки – это магнитики. А вот эти большие, вот такие вот вышитые игрушки, эти игрушки у меня на елку. В общем, не важно, на новогоднюю они тематику или нет, я ко всем игрушечкам буду пришивать вот такую веревочку, чтобы их можно было вешать. В общем, у меня есть вот такая вот игрушка. Она двухсторонняя. У меня игрушки от фирмы МП Студия и Овин. Также у меня есть на деревянных заготовках от Волшебной Страны. Ну, в конце видео тоже вам покажу. Ну, или попутно, когда буду что-то рассказывать, тоже буду показывать. Вот такая вот красивая игрушечка. Двухсторонние игрушечки, конечно же, вышивать дольше, чем магнитики. Обычно у меня первая сторона идет легче, а вот вторая сторона уже с напрягом. Допустим, вот эта игрушка, здесь разный рисунок. Разная схема, разный рисунок. Но если рисунок абсолютно одинаковый, то в этом случае мне, конечно же, сложнее вышивать. На первый взгляд может показаться, что эти игрушки вышиваются очень быстро. Но я бы не сказала, что очень быстро. Хотя вышить игрушку – это еще полдела, ее нужно оформить. И вот как раз я вам сейчас покажу, как буду оформлять. Буду сшивать сегодня. Вот у меня тыковка. Еще у меня есть матрешка. Я уже вырезала. Вот две стороны. Буду сшивать. В середину буду, в серединку чуть-чуть буду добавлять наполнителя, чтобы вот так игрушечка была пухленькая. Мне не нравится, когда игрушки смотрятся плоскими. Я хочу, чтобы они были немножечко вот такие вот пухленькие. Ну, много, конечно, набивать не буду. Иногда бывает канва в середине, когда плотно вышиваешь, немножечко стянута. И она сама по себе вот такая вот выпуклая. И чтобы там не было вот этой пустоты, прям чуть-чуть буквально туда нужно подложить синтепуха. Ну, любой наполнитель, холофайбер. Ну, в общем, что у вас есть, туда можно проложить. Можно синтепон один слой. Даже по краям не нужно. А вот так в серединку вырезать можно небольшой кружочек. Ну, это, опять же, на ваше усмотрение. Чем я буду сшивать край? Буду сшивать вот такой обычной белой ниткой. Сейчас как раз вам покажу. Буду шить через край. Я не знаю, как точно называется этот шов обмёточный. В школе мы этот шов изучали. Вот. Ну, в схеме показано, что просто вот так надо через край вышивать. Нет. Я немножечко по-другому зашиваю. И как раз вам покажу. Ещё нам нужна верёвочка. Верёвочку можно использовать разную. Но мне очень понравилась вот такая вот верёвка. Блестящая она. Атласная. Это не тесьма. А она такая, как жгутик. Вот. Потому что если сделать обычную атласную ленту, если, например, вешать на ёлку, то со временем она будет в затяжках. А вот такая вот верёвочка, она смотрится более-менее. Есть вот такие верёвочки потоньше, есть потолще. Я разные накупила. Ну, вот эта вот, которая потолще, мне нравится больше. Сейчас я вам хочу показать вот такие четыре куколки. Это обрядовые куколки. Ещё есть матрёшечки. Вот такие небольшие четыре матрёшечки. Есть побольше матрёшки, а есть магнитики. Вот такие четыре. У меня они тоже куплены. И хочу попозже их начать вышивать. Фетр в комплекте идёт белый. Но он такой не чисто белый. Ну, в общем, какой-то грязно-белый цвет. Мне он не понравился. Поэтому я его заменила на цветной. Вот здесь у меня зелёный, а здесь красный фетр. Ну, как-то мне так больше нравится. Магнитики шли в комплекте. Вот магнитики. Я приклеила те, которые были в наборе. И вот эти матрёшечки уже получились у меня готовы. Чем я приклеиваю, уже показывала. Девочки, у меня есть канал ещё рукодельный Ассорти. Там у меня планируются букеты из конфеты и мыловаренья. Но я там коротенькие фрагменты иногда показываю. И вот чем клеить фетр, у меня там уже было видео. Я использую клей момент кристалл. Клея уходит очень много, потому что фетр впитывает в себя клей, а он жидкий. И вот у меня почти весь тюбик ушёл. Ну, в принципе, игрушек было достаточно много. А вот на деревянных заготовках я использую вот такой вот клей. Эрик Краузер. В принципе, может быть, этим клеем тоже можно было бы приклеить фетр. Но не знаю. В принципе, когда я клеила фетр, потом ещё кончики подклеивала. Нужно вот так постоянно прижимать. Но, смотрите, я боялась, что клей момент расплавит основу. Потому что пластик может плавиться, если клей содержит ацетон. В общем, можно использовать клей момент кристалл и гель. Вот, другие я не использовала. Но, смотрите, вот если у вас есть какой-то другой клей, не момент, ну, любой другой клей, вот так можно взять кусочек пластика и фетр. И вот так вот его приклеить. То есть, вот, это была у меня проба. Сначала я вот так попробовала, приклеила. Вот, смотрю, ничего с конвой не случилось. И тогда я начала клеить все остальные игрушки. Вот, обязательно нужно попробовать. Потому что пластик может разъедаться. Вот, и смотрите, вот эти у меня деревянные заготовочки, это я вышивала кактусы. Вот они, два кактуса. Уже видео у меня есть про эти кактусы. Вышивается бисером. И вот здесь я клеила вот этим карандашом Эрик Краузер. В принципе, все хорошо приклеивается. И вот эту вот, когда я приклеивала салфеточку, она такая вот, видите, тоненькая салфеточка. Вот здесь еще нужно подклеить. Вот здесь хорошо приклеилось, а здесь нужно подклеить. Вот я брала карандаш и мазала не саму салфеточку, потому что она очень тонкая, и можно ее порвать, а мазала саму заготовку. Речек тихо. Вот так вот мазала саму заготовку и приклеивала. Потом высыхает клей, и вот здесь его в середине не видно. Но нужно это делать аккуратненько, потому что если вы чуть сильнее потянете, то вот эта заготовочка резиновая, как тонкая резина, она может порваться. Ну, а здесь хорошо все приклеилось. Здесь ничего подклеивать не нужно. Так, вот уголочек. Уголочек нужно подклеить. Ну, в общем, вот сегодня я занимаюсь как раз оформлением. Вот так же мне приходилось подклеивать вот эти магнитики. Вот эти магнитики. То есть вроде все хорошо приклеилось, вроде много клея я намазала. А потом, смотрю, кончики начинают, краешки немножечко отходить. И приходилось еще раз, второй раз подклеивать. Ну, потом в итоге все равно все вот так выглядит нормально. Так, какой иглой я вышиваю на пластиковый конвейс? Сейчас я вам покажу процесс. Вот то, что у меня сейчас есть в процессе, что я вышиваю. Заодно покажу вам. Вот смотрите, у меня вот такая сумочка. Вот такая сумочка прозрачная. Это у меня походная сумочка для природы и для дачи. Очень удобно ее использовать, потому что пыль, дождь. И вот эту сумку я могу на даче на столе оставить. Например, повышивала чуть-чуть, отдохнула от своих грядок, положила в сумочку, пошла дальше копать, полоть. И, в общем, здесь вот у меня все это находится. Смотрите, что я сейчас вышиваю. Единственное, что сумочка небольшая и мнется. Вот для видео снимать, видите, краешки помялись. Но, опять же, ладно, это не важно. Это у меня походный процесс. Где он только со мной не был. Но самое интересное, что вышивать на природе еще можно. А вот на даче не удается много повышевать. Сделать только, если несколько крестиков и все. Потому что на даче нужно работать много. Вот поэтому у меня все лето может трепаться в сумке вот этот вот набор. И не всегда даже удается повышевать. Вот что я вышила. То есть одна матрешка у меня уже готовая. Вначале вы ее видели. И вот сейчас вот эту матрешечку я вышиваю. Вот так. Ну, в общем, мы обсуждали тему, какой иглой я вышиваю на пластиковой конве. Вот смотрите. У меня сейчас иглы здесь Джон Джеймс. 24 и 26 номер. Мне удобнее вышивать 24 иглой. Но девочки писали, что им удобнее вышивать 26. Вот сейчас я покажу, почему мне неудобно вышивать 26. То есть 26 игла тоньше, 24 толще. И если я беру вот эту потоньше, которая иголочка, да, вот туда прокалываю, все нормально. Вот назад протаскиваю, да. Вот бывает вот так вот ее вставляешь. И пока перехватываешь, она туда выпадает. То есть вот, видите, то есть нужно ее глубже вот так вот вставлять. Ну, в общем, это не всегда бывает удобно. Вот. Поэтому я использую иглу 24. Но тогда ее нужно протаскивать чуть сильнее. Ну, как бы вот туже она входит. И бывает рука устает. Ну, в общем, промежуточной иглы не бывает между 24 и 26. Поэтому вот я приспособилась. У меня здесь игла 24. Хотя многим девочкам удобно иглу 26 номера. Ну, это вы для себя уж смотрите. Вот 26, она мелкая игла. Когда туда прокалываешь, в ту сторону, то все нормально. А вот когда в обратную, вот так она выпадает, меня это начинает раздражать. Вот, видите. Поэтому мне неудобно вышивать иглой поменьше. И, естественно, на пластиковой конве я делаю узелки. То есть 2-3 узелочка я обязательно делаю. Во-первых, это все будет зашито, закрыто. Этими игрушками может играть моя внучка. И, возможно, со временем мне придется их постирать. Поэтому закреплять ниточку нужно хорошо. Если ниточку закрепить непрочно, то крестики будут болтаться. Это будет видно. Вышивка будет неровная. Вот когда плотно вышиваешь и делаешь хорошие закрепки, то сама вышивка смотрится ровно. Мне вышивать на пластиковой конве нравится. Но все равно я устаю. Рука у меня устает. И держать вот так эту пластиковую конву. Почему-то рука устает. На пяльцах как-то удобнее вышивать. Поэтому долго вышивать я не могу. Вот только как дорожный процесс. Когда вышивка закончена, все это нужно вырезать. Девочки спрашивали, какими ножницами я вырезаю. В принципе, здесь я посоветовать вам особо ничего не могу. Какие есть ножницы, такими и можно вырезать. Но вот у меня есть вот такие ножницы. Они старые. Ну, как старые. Это самые первые ножницы. Красивые, которые я заказывала на Алиэкспресс. Они очень хорошие. Пользуюсь я ими уже 4 года. И я их выделила под пластиковую конву. Поскольку у меня есть новые ножницы для вышивки. А эти вот я выделила. Этими я могу резать пластик. Вот. Они довольно-таки острые. Ну, в общем, главное, чтобы ножнички были остренькие. Потому что если ножницы тупые, то у вас, естественно, будет мозоль вот здесь вот на пальце. И как нужно вырезать. Но там, в принципе, в схеме показано. Вырезать нужно. Нужно оставлять один квадратик. То есть, если вы близко отрежете, можете порезать крестик. Нужно оставлять везде один квадратик. И вот такие бывают сложные места, где просто необходимы остренькие ножнички. Вот. Потом, когда я приклеила вырезанную заготовку на фетр, я потом еще вот так вот фетр кое-где подрезаю. Потом фетр я вырезаю. И вот где-нибудь еще краешки нужно подправить. Для этого нужны остренькие ножнички. Я следующее видео буду снимать обо всех моих готовых работах, которые я вышивала в этом году. И вот эти вот тоже оформленные игрушечки там покажу в конце. Вначале буду показывать картины, а потом еще покажу вот эти вот игрушки. Если вы хотите еще посмотреть поподробнее, то это будет в следующем видео. Сегодня я хочу вот именно о технике вышивки поговорить. Когда я буду рассказывать о готовых работах, я не знаю, может быть, я что-то еще другое расскажу. Но сегодня мне вот именно о технике, как вышивать, как оформлять, как вырезать. Ну, в общем, отвечу на все ваши вопросы, которые вы оставляли под разными видео. Ну, в общем, вот эту вот работу, когда я закончу, я ее вырежу. Это будет двухсторонняя игрушка. И буду ее сшивать между собой. Две вот эти половинки буду сшивать между собой. Вот, допустим, у меня куколка. Это куколка от Дивной Вишни. Куколка идет с одежками. У нее вот такие одежки. Эти куколки две. Кукла Даша, кукла Маша. Маше еще отдельно продают платьица, одежки. То есть, можно докупить. Ну, это, естественно, я для внучки вышивала. И вот мне нужно до конца оформить. Вот сюда еще магнитики приклеить. Для того, чтобы внучка могла играть. Здесь идут в комплекте шайбочки. Металлические шайбочки. Но я решила использовать магниты. Для того, чтобы можно было на холодильник или на магнитную доску вот эти тоже одежки приклеить, чтобы они не потерялись. А вот сюда я приклеила магнит. То есть, вот две половинки куколки. Вот сюда в серединку я вклеила магнит. И теперь по краю буду зашивать. Но, видите, здесь канва не белая, а прозрачная. То есть, есть несколько типов пластиковой канвы. Есть белая, а есть вот такая прозрачная. Мне больше нравится белая. Мне комфортнее вышивать на белой. Но иногда в комплектах бывает вот такая прозрачная канва. И вот что интересно, когда ты по студии покупаешь вот эти матрешки, даже вроде одна серия. Но там несколько матрешек на белой основе. А две, по-моему, на прозрачной. То есть, вы не угадаете никогда в наборе, какая канва белая или прозрачная. Ну, в общем, вот здесь вот прозрачная. И я не буду сшивать белой ниткой. Я возьму ниточку Титан 100. Она, в принципе, хоть и белая, эта нитка Титан 100, но она все-таки отличается. Вот, видите? Белый цвет не такой плотности. Вот, в общем, вот эту куколку я вот этой ниточкой буду сшивать. А вот эти вот игрушки, которые на белой канве, вот такие, я буду сшивать вот этой ниткой. Это обычная белая армированная нитка, 50-й номер. Так, 45 вот здесь написано. Ну, вот в Леонардо есть нитки, написано 50-й номер армированная. Вот, я все бисерные работы вышиваю вот этой вот ниткой. И также буду сшивать вот эти вот игрушечки. Вот в этом наборе с куколкой от Дивной Вишни, вот здесь вот я сама уже приклеила ткань. Ну, то есть у меня были лоскутики, купленные на Алиэкспресс. Когда-то они стоили копейки. И я вот так вот вышла и приклеила на вот эти вот тканюшки. Ну, это уже я сама использовала эту тканюшку вместо фетра. Кстати, я забыла, что было в этом наборе. По-моему, белый фетр. Ну, в общем, у меня теперь вот так будет. Девочки советовали мне магнитики приклеить под ткань. Но я подумала, вдруг ткань будет отрываться. Я не знаю, как всё-таки... Я не знала, как будет держаться ткань на пластике. Ну, здесь ещё кроме пластика нитки, узелки. Вот. Ну, в принципе, я думаю, это не так важно. Но поскольку у меня ещё не было магнитов, а я клеила все свои игрушки, я наклеила ткань. Пусть... Ладно, потом приклею магнитики. Мне нужны были магнитики, но что-то я не нашла у себя в коллекции магниты. И смотрите, что мне мама посоветовала сделать. Она мне предложила ненужный магнит. Вот, видите, он такой мягкий. Вот. Она мне предложила вот так отрезать квадратики и приклеить. Вот. Если у вас много вот таких магнитов, то можно приклеить полностью на всю площадь, вот как это сделано вот в этой ёлочке. Вот сейчас я покажу ёлочку. Это ёлочка от фирмы Овен. Вот. Я ещё не приклеила сюда магнит. Вот. Здесь в комплекте идёт вот такой магнит. И представляете, вот он такой большой. Кстати, вот я сейчас вот так приклею, вырежу ёлочку. А здесь у меня ещё останутся квадратики, которые я смогу приклеить вот сюда. Ну, такой хороший кусок магнита положили. То есть, вот здесь приклеивается на всю площадь. Прикольно. Я, кстати, не обратила внимания, что здесь такой огромный магнит. И он, кстати, такой толстый. Он на клеевой, видите, основе. Ну, то есть, нужно снять вот эту плёнку и приклеить. Ну, в общем, сегодня мне всё это нужно сделать. Ну, и сейчас я вам покажу на примере вот этой матрёшки, как я буду сшивать две половинки. Вот, видите, эта матрёшка тоже на прозрачной конве. Но буду сшивать её белыми нитками. Вот, видите, здесь у меня была белая конва, и здесь, и здесь. И, в принципе, здесь вот так нормально был край белый. Ну, сейчас попробуем. В принципе, это всё экспериментальным путём. Вы можете сами посмотреть, как вам больше нравится. Достала я все свои ленточки. Эти ленточки некоторые я покупала в Леонардо, какие-то в швейных отделах. Вот у меня для новогодних есть вот такая лента, серебристая и золотистая, и тонкая, и потолще. Ну, в общем, я запаслась для новогодних игрушек. Здесь вот такая красивая, но очень тонкая. Не знаю, может куда-то пригодится. Вот, красный шнурок попался, но он такой плоский шнурок. Вот, хотя вот на эту красную матрёшечку, в принципе, он подойдёт. Вот, ну, не знаю, одинаковые пришивать или нет. Вот, видите, этот белый шнурок, мне он очень нравится. Он такой мягенький. Вот, я прям даже не знаю, использовать ли мне красную. Просто пока красную никуда ещё не пришивала. Вот, поэтому, может быть, вот как раз и сюда-то красная подойдёт. Ну, в общем, надо прикладывать и смотреть. Да, очень красиво смотрится. Очень красиво смотрится. Сколько я буду отрезать, буду отрезать на глаз. Допустим, ну, мне нравится вот так, да, чтобы было подлиннее. Но девочки иногда спрашивают, скажите точно. Поэтому сейчас я померяю. Так, 10-10, 20 сантиметров. Нужно отрезать на 20 сантиметров, но не 20, а чуть побольше, потому что мы будем вшивать. И вшиваю я поглубже, то есть не вот так на край, чтобы всё это выдернулось, а вшиваю поглубже, примерно где-то сантиметра на 3. Значит, нужно отрезать 26 сантиметров, чтобы вот так, когда сложить, у нас было 13. Девочки, почему рассказываю так подробно, потому что на протяжении нескольких лет эти вопросы оставляют мне в комментариях, и каждому приходится печатным текстом отвечать. Поэтому я лучше видео сразу расскажу подробно, потому что печатать потом долго. В общем, мы берём вот так игрушечку. Вот я отрезала ленточку, отрезала две, это пойдёт на следующую. Тут тоже есть красный цвет, и я думаю, красный будет красиво. Складываем в два раза и пришиваем по центру, вот так поглубже. А я обязательно вшиваю внутрь, чтобы потом всё это не вылетело. Я стараюсь пришить вот к этим крестикам, к обратной стороне наших крестиков. Закрепляю в две нитки, всё это пришиваю. Всё это будет спрятано внутрь, поэтому здесь не критично. Аккуратно или неаккуратно. Вот краешек, когда будем с вами обшивать, там, конечно же, нужно всё делать аккуратно. А вот здесь вот можно пришить, как получится. Это всё будет скрыто, всё будет спрятано. Обязательно несколько стежков, потому что если ребёнок хорошо дёрнет, то и крестики ваши порвутся. Поэтому обязательно делаем несколько стежков. Вот с одной стороны делаю, и также с другой стороны. Так, ну что, вроде всё крепко. Теперь мы прикладываем. Вот, видите, как получилось? Вот, ровненько. Вот так вот, видите? Вот теперь мы накладываем. И вот теперь нужно уже быть аккуратным. Вот для чего нам нужно оставить один квадратик, для того, чтобы пришивать. Начинаем пришивать. И вот сюда, вот в эту петлю, вот в эту петлю, обязательно, обязательно продеваем нитку. Как раз вот получается обмёточный шов. Дальше теперь, в следующий квадратик, и вот сюда опять в эту петлю продеваем. Вот, видите? И так дальше. И у нас получается с вами обмёточный шов. Наверное, шёлковую нить лучше бы было использовать. Наверное, лучше бы смотрелось. Более красиво смотрелось бы, чем простая белая нитка. Но, вы знаете, когда снимаешь видео, иногда, как говорят, умные мыслия всегда опосля. Когда ты целенаправленно занимаешься оформлением, ты думаешь, хорошо продумываешь, что тебе сделать. А когда ты сосредоточена на съёмке видео, то не всегда сразу соображаешь. В общем, смотрите, что у нас с вами получается. Вот, видите, он такой шовчик получается обмёточный. И сейчас, когда я дойду вот сюда уже до половины, добавлю вон туда немножечко синтепуха, расправлю его, расправлю и буду зашивать. Синтепух у меня хранится вот в таком мешочке, но у меня его немного синтепуха. Я вышивала к Новому году для выставки. Вот такой мешочек. Это мешочек для подарков. Слышите, шуршит. И чтобы этот мешочек был заполнен, вот эту же ленту белую я использовала, я туда положила мешочек синтепуха. Прям буквально немножечко. Вот так его расправляю и в середину. Всё, я закончила край обшивать. Вот, видите, да? Немножечко туда синтепуха. И вот здесь тоже аккуратненько вот так обметала. Вот, и теперь нам нужно закрепить, сделать ещё вот так узелочек. Чтобы конец нитки не торчал, нам нужно это спрятать внутрь. Отрезаем. Так, вот так вот получилось. Здесь аккуратненько. Вообще идеально сшивать мононитью, но я очень не люблю работать с мононитью. Хотя, если у вас есть мононить и есть желание, то лучше это сделать мононитью. Вот эту куколку я сшила вот этой ниточкой. Я не знаю, что это за нитка. Мне её подарили. Вот такая вот нить. Она прозрачная. Ну, мне очень понравилась вот эта вот ниточка. Ну, в принципе, вот лучше. Лучше, конечно же, чем вот здесь. Я обшила простой белой нитью. Но распарывать уже не буду. Оставлю как есть. Но если вы будете пришивать, то используйте либо мононить, либо ниточку Титан 100. Всё, закончила я оформление. Вот моё богатство. Сейчас придёт внучка. И я ей дам вот эту куколку. Она её ждёт. В общем, девочки, смотрите, что я сделала. Сюда эти пластинки не подошли, потому что они не клеились. Там слишком слабые магниты. Даже если на всю площадь наклеить, то держаться они не будут. Поэтому мне пришлось вот такие кругленькие магнитики использовать. Ну, можно будет на холодильник прикрепить. Главное, чтобы когда вы будете клеить, не перепутать плюс-минус. Чтобы вот так платьица сюда надевались. Вот так. В общем, я сначала сюда приложила магнит, потом приложила платьица, потом ручкой, вторую ручкой пометила, куда приклеивать магнитик, чтобы он не сместился, чтобы платьица не было вот так выше-ниже. Ну, в общем, вот таким способом. Вот видите, вот так можно на магнитную доску наклеить всё это. Вот, и будет внучка играть. Сюда ещё привязала вот такой золотой шнурочек. Сейчас вам покажу разницу. Вот здесь я обшивала обычными нитками швейными. Вот здесь на белой конве они не видны. А вот эти, вот здесь обшивала ниточками Титан-100. Ну, в общем, вот видите разницу, да? Лучше использовать нитки Титан-100. Вот, девочки, жду Василису в гости. Разложила все игрушки. Ей нравится играть в них. И вот куколка, которую я ей обещала. Сейчас придёт и будет играть. Я всё вытащила из коробок для того, чтобы Василиса поиграла. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok